Привет, друзья! Мы начинаем нашу нерегулярную рубрику «Видео вопросов ответов Станислава». Она была в небольшом отпуске вместе со Станиславом, но теперь они оба вернулись. Надеюсь, отдохнули и теперь с новыми силами, так сказать. В целости и сохранности. Это главное, на самом деле. Собственно, есть три небольших вопроса, которые вы задаете в канале. Пожалуйста, делайте это дальше. Это очень полезно, надеюсь, для вас тоже, ну и для всех, кто канал читает. Сейчас я Станиславу их по очереди зачитаю, так сказать. Есть первый вопрос. Пришла в офис дизайнера обсуждать проект. Заметила, что офис у дизайнеров средненький, бедненько. Как вы думаете, сказывается ли это на качестве их работы? На качестве работы сильно офис не сказывается, потому что многие дизайнеры вообще работают либо из дома, либо из каворкинга. Ну, то есть, в принципе, это не сильно важно. Потом многие дизайнеры работают с... Ну, как бы, они являются дизайнерами, но они являются нанятыми дизайнерами, соответственно, они не сильно могут повлиять. Я думаю, что нет никакой зависимости. Конечно, всем приятнее и интереснее работать в крутых офисах и с крутыми компьютерами, последними техникой. Это мечта любого дизайнера. Но я думаю, что это является только привлечением топовых специалистов, там, плюшечкой дополнительной, но никак не влияет, ну, или там, не сильно влияет на креатив. То есть, есть эмоциональные люди, которым это очень важно, а есть люди просто, которые делают работу. Я работал в разных условиях, абсолютно разных. Я, естественно, тоже тянусь к качественному офису, к качественной атмосфере. Это важно. Но я помню момент, когда мы работали с армстроговым потолком в маленькой коморке, там сидело пять человек, от этого наши идеи не были хуже, а может быть, даже где-то и более активными были, потому что, ну, хотелось из этого выбраться, да, в более интересную ситуацию. То есть, может быть, мотивация. Клиент будет вообще никак, ну, то есть, он заплатил вам там за миллионы рублей, а вы сидите там, как фрилансеры, какие-нибудь студенты. Ну и что? В чем вопрос-то, как бы, какая, вообще клиент может не знать, где мы сидим. Вопрос. Ну, типа, у вас есть офис, вы заморочены, сделали офис, почему вы нормально, ну, покажите свой вкус, вы же дизайнеры. А, я понял. Откуда у него инструменты грязные. Смотри, тут дело вот в чем, что офис, который ты снимаешь, да, ты можешь в него вкладывать деньги, а потом тебя из него попросят, да, это как бы нормальная история. То есть, если сразу вкладывать деньги в нормальный офис, то у тебя от этого миллиона половина уже сразу же уйдет, да, тебе надо еще зарплаты заплатить и там рекламу заплатить и что-то еще, чтобы у тебя осталось. Вот, поэтому я не вижу, то есть, офис – это не инструмент. Инструмент – это, допустим, компьютер, ну, действительно, там, качественный, да, да и то, в принципе, человеку наплевать, какой у тебя компьютер, ему важно какое-то решение даешь. То есть, самый главный инструмент – это голова. То есть, я бы побоялся скорее идти к людям, которые там не развиваются, там, на выставке не ездят, либо там какие-то курсы не посещают, ну, то есть, конференции, да, именно в себя не вкладывают, чем посмотрел бы на офис. То есть, вот это главный параметр. Все остальное – это, ну, напускное, ты знаешь, как одеть одежду с логотипами, типа, у тебя там, что там, Гуччи, Луи Виттоне, типа, ты сразу стал модным, рукопожатным товарищем, ничего подобного. Это ничего не значит, просто то, что у тебя вкус плохой, и ты купил себе одежду с логотипами, больше это ничего не значит. Хорошо, я понял тебя. Слушай, скажи, пожалуйста, ты же говорил, что ты не стесняешься с клиентом даже в кафе встретиться, а его не напрягает это, он же тебе кучу бабла заплатил, как бы, где серьезно. Кстати, вот, по поводу офиса, может быть, это даже можно понять. Я пришел к людям, у них есть офис, они в него вложились, значит, они планируют хорошо долго работать, я могу их найти, в крайнем случае, по этому адресу, если что. А тут что, какие-то, не знаю, они вот, у них офис странный, они взяли, уехали через два месяца оттуда, из чьих вещей нет? Да, все верно, хороший вопрос, это вопрос, кто к тебе приходит. То есть, если к тебе приходят как к человеку, который очередной дизайнер, и он тебе не уверен, человек, то да, но как ты можешь это побороть? Это же не обязательно офисом борется, да, те деньги, которые ты вкладываешь в офис, ты можешь вложить, например, там, в свое продвижение, в свой личный бренд, да, в конце концов, то есть, к тебе будут приходить, и неважно, где ты сидишь вообще, тебя могут ждать там 4 месяца, потому что ты занят, и тогда уже вопрос, если тебя ждут 4 месяца, вопрос типа, ах, ты без офиса работаешь, тогда я у тебя заказывать не буду, он уже не стоит. То есть, это вопрос, куда ты больше вкладываешь. И нет такого правильного понятия, нужен ли офис или не нужен. То есть, у меня есть, у нас есть вот ученики, с кем мы работаем, там у них специально целенаправленно они снимают офис. Почему? Потому что офис у них является элементом продаж. Когда к ним приходит клиент, они как раз-таки и говорят, смотри, мы же тут сидим в центре города, мы никуда не денемся, ты видишь, вот дизайнеры, вот мы. То есть, заказывай. Но у них эконом такой сегмент, эконом там с претензией на бизнес, ну небольшой. То есть, это приходит не то, что к ним, приходит как бы на систему, приходит на то, что, ну как бы вот у них живой какой-то организм рабочий. То есть, не приходит к мастеру, да, к какому-то, да, приходит именно к компании. В такой позиции, да, офис является элементом продаж. Если у тебя такая система продаж, то да, он нужен. Если у тебя система продаж, когда ты сам являешься экспертом, то какая разница, где ты сидишь? Ну то есть, ты же, если ты, представь, ты заказываешь, допустим, художнику свою картину, там, например, да, и ты знаешь, что он суперизвестный. Но тебе все равно, где он будет рисовать, там, в Ницце, на берегу, море где-нибудь, либо у себя там на чердаке, в пятиэтаж. Ну это я, слушай, поспорил бы, как бы, я же, я может не знаю, известный он или нет, но я могу прийти к нему в мастерскую, видеть, что у него там много работ, там, у него прям атмосфера. И я заряжусь вот этим духом, что он профессионал, наверняка, он мне скажет, да, картина стоит там три тысячи баксов. Я такой, ну у него тут все серьезно, наверное, стоит того. Как бы, вот я как клиент, откуда же я знаю, известный это дизайнер или неизвестный? Мне посоветовали его? Я буду что, гуглить про него или как? Так я о том и говорю. Это первая часть того, что я сказал, то есть, когда ты пришел, ты не знаешь, это значит, ты пришел просто оценить. А можно построить свое продвижение так, что к тебе будут приходить, не просто так тебя оценить, а будут приходить к тебе заказывать, потому что считают уже заочно, правда или неправда, но люди думают, что ты самый лучший. Почему то? Вот почему ты самый лучший? Либо у тебя там какие-то публикации есть, у тебя есть кейсы, у тебя есть, допустим, ну, личный бренд тот же самый. То есть, это понимание, что ты там не пропадешь, что ты нормальный человек. То есть, про тебя могут ничего не знать, просто молва так идет. И тогда это не так важно. А если про тебя ничего не известно, тогда ты, да, ты это вкладываешь в офис. Идеально, конечно, и то, и то, чтобы было. То есть, идеально, чтобы и офис был, как элемент продаж, да, и чтобы о тебе знали. Но когда ты начинаешь, ты не можешь и то, и то делать. То есть, ты чаще всего сосредотачиваешься на том, что у тебя лучше работает и что тебе проще сделать. То есть, есть у тебя, вот есть у меня офис, вот сделал я. Да, у меня офис работает, мне повезло. Плюс я сам хорошо как бы общаюсь, продаю. У меня, поэтому и продажа как бы выше. Не было бы у меня офиса, ничего страшного. Значит, продажи были бы там на два пункта ниже, но они бы все равно были. Вот и все. А вот сейчас у тебя есть офис, клиент, туда тоже может приехать и с тобой пообщаться. Да, вот я приехал там два дня назад, у меня уже две встречи было. Люди ждали именно меня, чтобы я приехал, вот они записывались в очередь на встречу как раз. Вот это тот случай. Приезжаешь такой, они у дверей стоят, ты дверь открываешь, говоришь, вот, чего ж вы так рано-то, я еще не не был в Москве. Ну, примерно так. Блин, здорово, я понял тебя, хорошо, учел. Слушай, а вот, наверное, еще из этой дискуссии коротенький вопрос, а клиенты, вот, у тебя был опыт, ты общался с клиентами, например, в кафе? Да, конечно, постоянно общаюсь в кафе, ничего тут такого нету, проблем тоже никаких нету. А клиентов не смущает, да, это, то есть там, что-то типа, как это, мы тут будем мой дизайн на миллион рублей обсуждать, какой-то тут какие-то люди вокруг. Да какая разница-то, ему-то все равно. Да? Ну ладно. Ну, нет, ну, как бы сейчас, сам дизайн, это маленькая стоимость вообще по сравнению, ну, с, тем, что мы будем вкладывать дальше. То есть, сам дизайн проекта, там, миллион, два, три миллиона рублей, это, как бы, ничто по сравнению со стоимостью дома. Там сто миллионов стоит дом. Ну, дачу там себе попробуй, построи себе. Даже дачу. Ну, как бы, самый-самый простенький домик, он самый-самый какой-то вообще никакой, еще он три миллиона будет стоить. Это, как бы, суперэконом какой-то класс. А если мы говорим, как бы, о бизнес и премиум, там сто миллионов вполне нормальная история. Ну, то есть, как бы, и когда ты говоришь, там, о стоимости, ну, поэтому ты дизайнер, ну, и прикольно, да, что, когда ты говоришь о стоимости в, не знаю, 500 тысяч миллиона, это не такая большая сумма по сравнению с возможностью потерять, там, не знаю, 10 миллионов, например, да, таких случаев много. Вот, поэтому стоимость проекта, стоимость нормальной средней, там, 15-20 миллионов, как бы, реализация. Ну, это вот 250 метров. Вот то, что мы встречали с клиентом вчера, у него 260 метров, 15 миллионов он заплатит за то, чтобы сделать только ремонт. И 15 миллионов, чтобы купить, как бы, дом. Вот, как бы, такая, ну, это нормально. Это, как бы, это даже уровень, ну, это не бизнес, это эконом-плюс, можно так сказать. Ничего себе, какие-то у вас деньги-то крутятся в дизайне. Так нет. А сколько он за дизайн такого дома заплатит? За дизайн заплатят, ну, примерно, 3-4 тысячи за метр, ну, вот у нас 4 тысячи за метр сейчас на данный момент, то есть, соответственно, 260 на, ну, 1800-900 заплатят. Угу, угу. Вот. Ну, как бы, можно считать так, что 5-10 процентов от стоимости, ну, как бы, всего. То есть, если 15 миллионов он хочет вложить, то 5-6 процентов, это, как раз-таки, сколько там получается? 10 процентов – это полтора миллиона, 7 процентов, наверное, это вот 1900. Но это нормально за то, что он ничего сам делать не будет. Но у него же своя работа, у клиента своя работа. У него там свой цех там по чему-нибудь, по колбасам, например, да? И он там знает, как колбасы делать. И он там деньги зарабатывает. А здесь он спокойно истратит их, потому что он за месяц только заработает, например. Какая разница? Я понял. Окей, хорошо. Ладно. По поводу, кстати, колбасного цеха, так сказать. Есть вопрос от читателя. Я, к сожалению, по своей глупости его не сохранил, но я суть его записал и хочу спросить об этом. Читатель спрашивает. Он сотрудник, работает на заказчика. И заказчик постоянно дергивает его на выходных и просит перерабатывать. И он интересуется, как такой ситуации быть, и что ты посоветуешь, и можешь ли ты сотрудников дергать, просить их на выходных что-нибудь сделать срочно. Ну, вообще, это стандартная ситуация, когда дизайнер работает круглосуточно без выходных. Почему это происходит? Ну, во-первых, профессия интересная, ему просто тупо интересно этим заниматься. И второе, что нет границ. Когда тебе интересно, у тебя общения нет. То есть, навыка общения с клиентами. Тебе кажется, что если ты скажешь клиенту, что так не делается, он обидится и уйдет. То есть, по сути, это нехватка жизненного какого-то опыта. Дизайнеры, в основном начинающие, все равно многие, попадаются. И, соответственно, они не умеют общаться. Я в такой ситуации тоже очень часто был и хотел выложиться. Плюс это интересно. Ты готов сам не спать ночами. Поэтому к этому привыкаешь и нормально относишься. Меняется это все в тот момент, когда ты сам принимаешь для себя решение, что на выходные ты не работаешь. Все, в тот момент, как только ты такое решение принял, ты можешь эти правила рассказать всем остальным. И никто не удивится. Ни один клиент у меня не удивился, когда я сказал, ну, слушайте, вот там выходные я не могу, то есть, ну, просто не могу, давайте другой день, в этот день я отдыхаю. Вот и все. То есть, это просто внутренняя граница. А клиент такой, типа, погоди, а у меня там, я срочно передумал в субботу. Надо все поменять. А что поменять? Ну, не знаю. Слушайте, у тебя не было таких клиентов, я не верю. Я вот сам редактор, у меня такое бывает. Когда там, не знаю, договорились, написали статью в деловой СМИ, в понедельник ее договорились публиковать, и клиент в субботу пишет мне, говорит, нет, я все вообще по-другому понял, что нужно все переделать. Нужно, я по-другому, короче, у меня все по-новому. Ну, окей. Но это же не все по-новому. Ты тут при чем? Ну, как бы, он считает, что это моя работа, снять новые требования и все по-новому переделать. Это нужно срочно. Но это же не так, сам по-суди. Ну, конечно, это не так. Значит, это манипуляция, на которой ты ведешься, и все. Это вопрос к тебе, а не к нему. Клиент вправе требовать что угодно или просить. Вопрос, ты будешь это делать или нет, это вопрос к тебе. Я делаю, конечно, но это стоит дороже, ну, то есть, он платит за это. Меня просто смущает, что я бы на самом-то деле хотел бы не делать вообще. Ну, то есть, то, что я сделал, уже достаточно хорошо, оно годится. Ну, так не делай. Ну, я, честно говоря, никогда не пробовал. Не, погоди. Тут еще, тут возникает вопрос, у тебя ситуация, когда ты хочешь остаться в хорошей памяти, да, чтобы клиент тебя посоветовал дальше. Безусловно, 100%. Вот, у тебя на чаше весов не только деньги, но и по сути репутация, которая от тебя не зависит, но как клиент, по которой думает. Вот, соответственно, ты хочешь эту репутацию оставить. Ну, и все, значит. Ну, еще, наверное, я очень не хочу, я боюсь, что начнет скандалить. Я не умею вот в этой ситуации себя правильно вести. Думаю, что насчет истерии там или требовать или грозить чем-то, я лучше сделаю все, чтобы этого не было. Ну вот, просто то, что у тебя навыка нет, отстаивать свою позицию, дает тебе то, что ты работаешь, ну, как бы не в комфортных условиях. И для этого надо получать навык отставить свою позицию так, чтобы клиент не обиделся при этом. То есть, ты можешь это подать так, чтобы клиент не обиделся. Это навык полезный. Было бы тебе полезно научиться такому навыку? Что опять? Где моя красная лампа? Погодите, я не подготовился к видео. Вот, сейчас, где моя карта кредитная? Я сейчас хорошую иллюстрацию продающей темы дам сразу же, да, вот в пике. Мы же сейчас все увидели, как там, вот, боль нащупали, да, по сути, не то, что нащупали, Сергей ее сам сказал. Вот, дальше я сказал, как бы, ну, как бы, объяснил, почему так происходит системно. Ты согласился, сказал, да. Вот, дальше я бы еще сильнее, если бы хотел продавать, я бы углубился в ситуацию, типа, а как часто это бывает, например, да? То есть, как часто там, сколько, как бы, потенциально денег ты не заработал, например, вот так, да, или сколько ты в будущем упустишь, там, выходных дней и денег или, там, общения с близкими, например. То есть, насколько тебе это важно изменить, насколько тебе это больно сейчас и насколько ты хочешь поправить. Да, понимаешь ли ты, что это навык, то есть, навык, как бы, сделать так, и видишь, я тебе сразу важную штуку сказал, что делать так, чтобы поступать по-твоему, при этом, чтобы клиент был доволен. Вот, и ты сразу такой, да-да-да, супер. Вот, и в этот момент, это называется эмоциональный подъем, в этот момент ты делаешь предложение. И именно поэтому оставляйте заявку сейчас и на нашем там курсе или где-нибудь я тебя научу. То есть, я-то могу реально этому научить, ну, как бы, вот это вам, как бы, но мне нужно на эмоциональном пике продать эту идею. Соответственно, когда ты общаешься там с клиентом, либо когда дизайнер общается с клиентом, есть несколько страхов клиентов, которые у них в голове есть, и ты их нащупываешь в диалоге, да, это вот на консультации, и твоя задача на консультации там не столько, как бы, рассказать как надо, сколько нащупать, что клиент боится. И в этот момент, когда ты, опа, нащупал, ты говоришь, и именно это мы предусмотрим в нашем продукте. Покупай. Ну, тогда работает. Покупает? Ну, конечно. Это же технология, она же работает. Блин. Конечно, работает, но а как нет? Черт, а путь. Слушай, ты как этот, знаешь, как шулер, которым играешь карты с ним, к дурака потихонечку. Вот тут он берет, так, рык, карты делает. И такой, блин, что сейчас было-то? Догоди, вроде нормально сейчас играли-то. Ну, да, сейчас покажут тебе весь фокус, и тебе он понравится. Ну, то есть, ты же осознанно все это понимаешь. Я же тебе даже сейчас объяснил. Смысл еще всей этой штуки, что это, ну, это не манипуляция, это правда. Вот в чем дело. То есть, это самое лучшее. То есть, я тебе объяснил, ты все понимаешь, да, и в принципе, там, если тебе этот навык нужен, то, как бы, ты можешь его получить. И ты сам понимаешь, это выдуманная история или тебе реально надо. Дальше у тебя возникают всякие возражения, там, страхи, а у меня не получится. Да, типа, сколько стоит. Я, может быть, сейчас тебе должен столько бабла заплатить. Все верно, да. То есть, сколько стоит, там, а вдруг мне будет лень, ну, и так далее. То есть, у тебя есть список из 10, там, возражений, например, ходовых. Я, как хороший продавец, я их должен знать заранее. То есть, ты, как бы, о них думаешь, а я уже знаю, что ты думаешь. Вот в чем смысл. И точно так же мы с клиентами работаем. То есть, я знаю, что клиента волнует, что его, там, строители обманут, что, там, у него дизайнер не получится, да, ну, какой он хочет, что у него, там, деньги кончатся в процессе, что он передумает. Я все это знаю. А где-то откуда, откуда ты, типа, ты прочитала эти возражения или что? Ну, это опыт, он записанный. Мы именно этим, как бы, делимся на курсах, как раз-таки есть готовая методика, по которой ты идешь. Твоя задача просто выучить, как алфавит. То есть, я знаю, какие, их больше не бывает. У человека есть в целом не так много желаний, там и страхов, там, на пальцах рук можно пересчитать. Ты просто их учишь все, и ты знаешь. То есть, я знаю, что спроешь, я знаю, я знаю психологию, да, вот оно в чем связано, и знаю, как с этим работать. Если дизайнер, любой творческий человек, там, ты тоже хочешь это решить, вопрос с клиентом, это не клиент вредный. Клиенты, они все хотят что-то свое. Это просто ты, как бы, с ним до конца неправильно, ну, не до конца умеешь работать. Если ты будешь иметь, то он будет делать так, как ты хочешь и платить тебе, сколько ты хочешь, если ты будешь ему результат давать, какой он, ну, как бы, тоже хочет. Более того, ты можешь даже объяснить ему, что тот результат, который ты дал, он, как бы, лучше. Ну, то есть, он говорит, я хочу поменять. Ты можешь даже это разрулить очень просто. Я понял, хорошо. Ладно, и этому всему ты учишь на своем курсе 7 шагов к 7 миллионов рублей, или как он там у тебя называется? Не, ну, это индивидуальная больше какая-то работа, то есть, это на создании студии, это вот годовой курс, где мы изучаем 7, ну, что такое обучение вообще в целом, это же не какая-то там, ну, то есть, да, это механика где-то, да, в каких-то вещах, то есть, по сути, это изменение мозга на понимание каких-то ситуаций, то есть, в момент, когда у тебя возникает там экстренная ситуация, например, твой мозг работает не по стандартному шаблону, ну, вот как ты сказал, допустим, мне, то есть, тебе некомфортно это делать, а тебе будет комфортно, тебе некомфортно, потому что ты не понимаешь, да, когда ты на корабле тонущем там на лодке балансируешь, да, например, тебе некомфортно. А если ты знаешь, как стоять на лодке, тебе наоборот кайф, ты на серфинге катаешься, в этом суть, то есть тебе некомфортно, потому что ты не знаешь, а твоя задача знать, вот чтобы знать, надо отработать и потом ты с удовольствием будешь ввязываться в любые обсуждения, конфликты, просто для прикола, потому что ты будешь всегда выходить из них победителем. Я понял. Слушай, а если предположить, что я бы, например, был бы потенциальным твоим клиентом, сколько денег ты с меня взял за такую консультацию? Ну, консультация у меня стоит 15 тысяч, мы уже это проходили, на которой я буду тебе рассказывать, что тебе надо взять продукт за 300. Ну, примерно так. Ну да, логичное решение, почему? Сейчас, подожди, я позвоню в банк, мне нужно просто кредитный элемент увеличить, потому что я могу не влезть, у меня там, сейчас, секунду, микрокредит возьму. Не, ну... Ну, то есть типа на консультации за 15 тысяч рублей ты не научишь меня с этим страхом бороться, скажем так. Не, я могу тебе, сейчас, смотри, чтобы научиться чему-то, тебе недостаточно часовой или там дневной консультации, тебе надо, привычка встраивается от 20 до 60 дней. Ну, это психология человека, то есть это физиология, ты не можешь ее быстрее. Если кто-то тебе скажет там, что я тебе сейчас за час научу, это обман, то есть тебе могут дать только инструмент, под копирку копировать. Чтобы научиться, тебе надо от 20 до 60 дней, ну, у всех по-разному. В среднем 40, раз в 40 дней в мозгу происходит, это в книжках написано, я не выдумал, читай, ну, литературу по мозгу. В мозгу происходит соединение этих самых нейронов, когда у тебя образуются новые связи, вот и все. И в этот момент у тебя щелкает. То есть твоя задача просто одной темой, любой, там, продажами, переговорами, копирайтингом, чем угодно, заниматься там в течение 40 дней нон-стопом. Тогда у тебя щелкает, ты будешь мастером, ну, как бы, если у тебя есть еще технологии. Вот, по сути, задача твоя, чтобы, ну, продвинуться по всем уровням, ну, то есть что у нас в семи уровнях? Это понимание пути, вообще понимание, как идти, понимание продукта, что ты продаешь. Потому что многие услуги продают, а надо продавать продукт, вот это, как бы, ну, мало кто понимает. Не-не, погоди, ты сейчас как-то странно получается. Я, например, у меня есть какая-то проблема, ну, вот, там, к примеру, возьмем, она у меня редко происходит, ну, допустим, что клиент меня иногда продавливает в плане каких-нибудь правок, там, срочных или еще чего-то. Я беру за это больше денег, но я не уверен, что вообще стоило бы делать. Но ты, как бы, из этой проблемы выворачиваешь, что мне нужно, типа, все с самого начала переработать. Ну, а может, не нужно? Откуда ты знаешь? Ну, нужно, потому что сейчас я очень просто это все объясню. Смотри, тебе кажется, что решение проблемы научиться с переговорами с клиентом, ну, ввести, например. Но это ошибка. Я тебе, как бы, ну, не буду говорить, что это ошибка. Я, если хочу тебе продать, а я хочу тебе продать, почему? Потому что я хочу, чтобы у тебя получилось, и жизнь твоя изменилась. То есть моя задача – дать тебе правильное решение, а не то, какое ты хочешь. Согласен? Вот. Если правильное решение, то, чтобы иметь твердую позицию по отношению в переговорах с клиентом, тебе недостаточно психологическими манипуляциями научиться, понимаешь? Тебе нужно иметь твердый продукт, потому что ты, ссылаясь на продукт, почему он пришел к тебе, какой у тебя продукт и какой результат этот дает, ты можешь говорить, тебе надо сделать вот так, как я сказал, потому что ты хочешь вот этот результат. Ты пришел ко мне вот за этим результатом, и я тебе этот результат гарантирую. Если мы будем делать, как я сказал. Если ты хочешь делать, как ты сказал, не вопрос. Результат тогда я не гарантирую. Я буду просто твоим карандашом, я отработаю как просто вот для галочки, ты мне заплатишь, но ответственность за результат ты берешь на себя. Ты этого хочешь, ну, вот такую позицию тебе надо дать. Чтобы ее дать, тебе надо отработать продукт. Если у тебя нет продукта, то у тебя будет слабая позиция в переговорах. Если у тебя нет, то есть ты продукт не сделаешь, если у тебя нет своего как бы пути и понимания, что у тебя лучше всего получается, то есть это отматывая назад. То есть тебе нужна вся система, чтобы простроить такую ситуацию, в которой тебе не подкопаться. И тогда ты сможешь спокойно работать. Вот это вот идеальные семь качеств, ну, как бы успешного человека, дизайна, кого угодно. Ну, вот у меня так получилось, я как бы из своего опыта это вытащил. Там можно их там пять делать, семь, десять, у всех по-разному. Вот у меня семь основных, которые мне лично помогли, которые работают в системе. Плюс восьмое – это личная эффективность, ну, как бы то, что касается, чтобы там не зависать в Ютубе там где-нибудь, да, а зависать при расписании. Окей, хорошо, отбился и продал практически. Жалко мне денег нет, так бы я купил, как говорится. Знаешь, это тоже возражение, типа у меня нет денег. Знаешь, как оно закрывается? Ты тоже это, ты это даже можешь закрыть или что? Да, да, давай с тобой подумаем, а что ты делал в прошлом году, да, что ты попал в такую ситуацию, что у тебя сейчас нет денег? И что ты делать не будешь, чтобы меня... Ну, боже, черт, ты как уж тебя хрену хватишь, а, ей-богу. Да нет, ну это же просто речевые. Ну, как бы, ну, реально же, ты согласен, что то, что у тебя нет денег, это как бы, ну, не твоя вина, а как бы от тебя зависит, что у тебя есть деньги или нет? Ну, да, безусловно. Так, хватит продавать, ей-богу. Я не продаю, я тебе просто показываю... Я не могу, Станислава, прекрати. Я тебе просто показываю какие-то моменты, с которыми, как бы, и ты так же с клиентом работаешь. То есть, ну, как бы, клиент говорит, у меня нет денег на твои услуги по писательству. Ты говоришь, ну, как бы, да, а что у тебя нет денег-то, почему? Давай подумаем, давай покопаемся еще там в твоем бизнесе, что ты там делаешь не так. Ну, как бы, вот так. Ясно. Слушай, а вот у меня просто на фоне всего этого прекрасного танца возник такой вопрос. А вот ты как-нибудь считал какой-нибудь success rate, то, что называется, то есть, соотношение успешных продаж к входящим заявкам, какой он у тебя? Ну, к какому проценту людей ты гарантированно можешь продать свой продукт, ну, свои услуги как тренера и преподавателя? Слушай, у меня есть знакомый, который продает, знаешь как, у него продажи с мероприятия больше ста процентов. Как это? Вот я тоже очень удивился, когда это услышал. Но согласись, это интересно услышать, даже вот просто по приколу. Ну, то есть, люди, которым участвуют, сами продают, получается. Ну, как бы, они еще в момент, то есть, он объявляет, что сейчас можно купить, и те такие, ой, а можно я еще знакомых позову? Быстро звонят им по телефону, говорят, сейчас такая клевая тема, и быстро продают, и в момент еще, короче, больше людей приходят. Ничего себе. То есть, да, это вопрос предложения, что ты предлагаешь. И вопрос, кто... Ну, это должен быть очень сильный продукт, вероятно. Абсолютно точно. И кто у тебя сидит, и как ты с ними отработал? Ну, как бы, ну, нормальное, хорошее соотношение, где-то 7-8, ну, 8, наверное, 8 из 10 должны покупать. Если этот показатель меньше, то, скорее всего, у тебя фильтр плохо настроен. Ну, то есть, к тебе приходят люди, ну, например, которые не готовы в целом учиться. То есть, у них в голове такая мысль, что, типа, я лучше сейчас сэкономлю, то есть, я лучше куплю себе айфон, он как-то понятный, да, чем себя вложу. Почему это происходит? Просто у них в голове такая установка. Тебе эту установку поменять очень сложно. Ну, то есть, это невозможно там сделать. Это всю жизнь он шел к тому, что у него нет денег и не будет. Ты не можешь это поменять никак, тебе это дорого. Соответственно, твоя задача найти людей, как бы, привлечь людей за счет своих действий, у которых деньги есть и которые готовы развиваться. Если ты их привлекаешь правильно, то тогда именно вот если из 10 человек будут все 10, которые готовы развиваться, то в целом, как бы, у тебя будет, если позиция 8 из 10 ты продашь, ну, как бы, это нормально. Идеально всем, конечно. Если кто-то затесывается, ну, там, ну, как, некоторые, знаешь, шпионы приходят. Типа, я вот, я все готов, я хочу, но вот я послушаю, поговорю. На самом деле он ничего не хотел, он просто прорвался, чтобы, ну, вот, пообщаться, например. Я понял. На самом деле я что-то подумал про себя. У меня, наверное, значительно меньше. Я думаю, 3-4 из 10. Это связано как бы с тем, что у меня есть входящий поток условных заявок, я их профилирую, ну, сортирую. И я постараюсь работать как бы с топовым частью этого списка, бы выгодно для меня, либо самым интересным продуктом. В целом, я согласен, что у меня плохо настроена воронка, все люди подряд идут. Есть те, которые хотят текст там за 2000 рублей, и те, которые готовы там 150 тысяч платить. Ну, вот, но я-то видишь один, поэтому я могу себе пока такое позволить. Наверное, если была бы студия, было бы невыгодно. Тебе, ну, вот это необязательно студия, это куча народа. То есть ты можешь сам, ну, как, идеальный рост, это когда ты просто повышаешь ценник. Угу. Вот, ты уже не берешь, допустим, ну, вот, как мы не берем однокомнатные квартиры, и там кто-то вот мне пишет, там, ванну можете мне помочь, пожалуйста, плитку подобрать? Ну, блин, с удовольствием, но, как бы, это не наш профиль. Тебе лучше обратиться там куда-то еще. Вот, соответственно, тебе идеально просто давать более сложные продукты и не делать дешевые. То есть, чтобы ты взял и прям хорошо заработал. Ну, окей, может быть. А для этого ты описываешь просто, говоришь, я делаю там книги, я делаю там, не знаю, коучинг. Коучинг, кстати, клевая тема. То есть, очень многие людей, ты мне присылал статью. Да, да, да. Для слушателей скажу, Сергей присылал статью, там смысл в том, что, значит, человек описывает, как он на писательстве там заработал сколько-то денег. 10 тысяч, по-моему, долларов за три недели. Ну, что-то типа того. Вот. На самом деле, очень много людей хочет научиться быть как или делать как. Ну, как бы, читать, слушать. Вот. Соответственно, это тоже отличный бизнес, этим тоже можно заниматься. Только там навыки немножко другие нужны. То есть, умение преподавать, умение доносить смыслы и умение преподавать, оно отлично от умения делать. По сути, это еще одна профессия. Но ей обладеть также несложно там за месяц, чтобы человек достигал результата. Все. Дальше ты берешь тех людей, которым это надо, и помогаешь им сделать самостоятельно. Ну, вот, к примеру, я сам книгу пишу там для себя и там для знакомого. И еще я работаю с двумя людьми, которые по моим советам пишут книгу сами. Ну, то есть, просто я с ними встречаюсь раз в неделю, объясняю, как надо писать, что правильно, что неправильно в течение часа. Вот. За это люди готовы платить. Офигенно. Короче, если у тебя, знаешь, там будут какие-нибудь люди, которые, которым слишком дорого, отправляй их ко мне, я отводу. Короче, я буду таким. Знаешь, как подбирать остатки своего барского стола. Ну, я шучу. Ну, тебе надо отработать получше, как бы у тебя должна быть. То есть, книга-то, она тоже продающая. То есть, ты как бы хорошо можешь описать сам, но тебе нужен... То есть, всегда работается в паре. Есть кто-то продавец, кто умеет донести, а есть кто умеет описать. Книга-то, она сама по себе не нужна, она нужна как элемент чего-то. Да, я согласен. Соответственно, нужно подтягивать и то, и то. То есть, если я не умею или там не хочу заниматься писаниной, я лучше редактора возьму. А ты, если не хочешь, не умеешь заниматься продажей, то ты лучше возьмешь там человека, который умеет завернуть это. Который понимает в редактуре. Поэтому, вот, если там мы материал какой-то будем делать, у нас будет отличный тандем. То есть, я отдельно, мне сложно будет делать, и тебе отдельно будет сложно. Поэтому, вот, кооперация, там, это тоже важная очень часть. То есть, ну, я, опять же, это во всех областях, в том числе в дизайне, когда у нас кто-то делает чертежи с проектом, а кто-то строит. То есть, идеального строительного IT-поставщиков, то есть, это тоже очень важная часть. Но по единой системе должны работать, на одной волне быть. Я понял. Так, слушай, ладно, я вначале... Вот книги, кстати, у меня. Что, что у тебя? Книги сегодня подписывал, будут отправляться. Вон они. А как, кстати, твой второй тираж уже распродался? Да, работает в процессе, где там они. Эй, не видно, ну ладно, поверьте. А третий будешь печатать? Ну, конечно, буду. То есть, будем хорошо... Я сейчас пытаюсь наладить именно трафик, чтобы оно работало, продавалось, да, само. Вот, сейчас этим занимаемся. Ясно. Пока продается там по одной-две экземпляре в день, но я хочу больше. Ясно, хорошо, окей. У меня есть последний, третий вопрос. Давай кратенько его как-нибудь обсудим. Сейчас я посмотрю, он у меня записан. Станислав, вопрос коротко сформулирован. Станислав, где вообще точка входа на иностранный рынок? Точка входа в гугле. Не, ну серьезно, вот ты дизайнер, работаешь в России. Как с иностранцами начать работать? Куда бежать? По дизайну или почему? По дизайну, да. Ну, слушай, по дизайну у нас, смотрев, что ты делаешь. Если ты делаешь концепты, то ты можешь публиковать свои визуализации как идеи. Тебя найдут компании либо люди, которым нужны концепты. Если мы говорим о полноценном дизайне, то чаще всего это происходит, когда тебе заказывают те люди, которые уехали. Ну, иммигранты. А, типа русские, которые живут в рубеже. Да, абсолютно точно. То есть те, как бы, ну, потому что им проще, да, у них менталитет более понятный, ну, как бы к нам. Ну, вот у меня такой опыт в основном, да, именно с русскоговорящими. Вот. А еще у меня опыт есть именно концепции делать. Концепции заказывают, ну, компании, которые, ну, допустим, хотят просто идею подать какую-то. Они с удовольствием, ну, это визуализация больше, без реализации. А дальше они уже сами там на местности решат. К примеру, мы там отель делали на Пафранции, в США делали дом. То есть мы делали концепцию, а дальше люди сами на месте с строителями. А как они тебя нашли вообще? В интернете просто ты делаешь публикации, посты. То есть в целом, чем больше. Все равно нужно, как бы, делать какой-то персональный, там, коммерческий бренд на английском языке. Да не обязательно. Ты можешь, я как делал, там есть форум, допустим, был Evermotion, я туда выкладывал работы. Ну, то есть он и сейчас есть, я просто подзабил на это дело, мы с визуализацией уже немножко ушли. Ну, просто мне перестало сильно нравится этим заниматься, я пошел по дизайну и по обучению. Вот, туда если выкладывать, то, соответственно, если у тебя будет не просто картинка, а предложение. Ну, что многие не делают? Многие не делают, не пишут предложение. Если ты пишешь, делаем там такое-то, там, в таком-то, в такой-то стоимости, в таком-то стиле, то вот отлично. Если ты предложение не делаешь, то с тобой все равно связываются менеджеры. То есть за рубежом есть менеджеры, которые шерстят. В Китае есть, в Японии мы работали, в Сингапуре, короче, в США много, много людей, которые, их работа, взять заказ на местности и найти фрилансера, кто сделает подешевле. Вот, они чем рискуют? Они рискуют тем, что они найдут фрилансера какого-то необязательного, и он не сделает и пропадет. То есть тебе надо закрыть их боль, и все то же самое. Что ты надежный, что у тебя есть система некая, которая позволяет добиваться качества, и у тебя есть картинка. То есть продается не столько картинка сама по себе, сколько гарантия того, что ты не пропадешь. Я понял. А как ты вообще считаешь, дизайнеру, который более-менее работает в России, стоит вообще пытаться западные проекты какие-то получить? Если хочешь. Это выгодно? Ну, по деньгам, ну да, выгодно. Более выгодно, чем в России работать. Смотри, вот этот вопрос, он такой немножко, знаешь, это из серии типа, в чем проще или в чем лучше зарабатывать? Типа в писательстве или в дизайне? На самом деле без разницы. Нет такой ниши, где там у тебя сверхдоходы, а в другой нише нет доходов. В чем угодно, да хоть вязанием бантиком, крючочком можешь зарабатывать. Если ты сделаешь школу, объяснишь, для чего это надо и так далее. То есть вопрос не в теме и не в рынке, а в том, что ты предлагаешь, ну по итогу. И насколько у тебя мозг развит до позиции с того, что ты услуги предоставляешь, до позиции, когда ты руководишь процессом и умеешь создать ценность некую для клиента. Почему покупают дорого? Ну как бы безумно, да, у тебя глаза там были 300 тысяч. Это недорого, потому что я же рассказывал, я 6 миллионов истратил, 6,5 для того, чтобы построить студию. Готов ли бы я был 300 тысяч заплатить? Да, конечно, да. Я бы и миллион заплатил. И сэкономить там 10 лет жизни. Понимаешь? То есть у меня оффер, предложение такое, что типа ты сэкономишь. Ну вот так. Ну в принципе вот так и все. И так же и клиентам и всем остальным. То есть твоя задача, как специалист в любой теме, неважно там на зарубежном рынке или на нашем, создать такое предложение, которое будет прям офигенное. А для этого надо понимать, в чем ты сам офигенный, что у тебя получается. И упаковать это в продукт. Не в услугу каждому, а в продукт. Что вот мы делаем вот это, а другое мы не делаем. Но вот то, что мы делаем, делаем офигенно. И вот что получается. Вот какие результаты оно тебе принесет. Вот как с помощью этого ты первое, денег заработаешь. Второе, там удовольствие получишь. Третье, там похвастаешься знакомым. Все. Если ты это обеспечиваешь своим продуктом, к тебе будет очередь стоять. Я понял. А если не обеспечиваешь, то ты будешь думать, где там те заказы искать. Вот и все. Разложил, как говорят в интернете. Посмотрите. Блин, слушайте, мне в последнее время все труднее и труднее поддерживать какую-то степень объективности, которая, как мне кажется, в наших видео заключается в том, что я пытаюсь как-то на обратной стороне держать. В целом, все, что ты говоришь, звучит довольно логично, надо признать. Тем более, что для меня, для человека, который не за годами, мне кажется, годами был бы готов, не знаю, пинать инфобизнесменов, просто кидать в них камнями, просто по любому поводу. Ну вот. Так что, если ты был бы священником, то, по крайней мере, одну душу ты бы, наверное, уже потихоньку спасал. Ну, просто шарлатанов очень много, поэтому, как бы, общее, ну, это, знаешь, там, все строители плохо строят. Ну, то есть, это просто у тебя денег не хватило. Типичное мнение. Да, не хватило на нормальных, скажем так, и поэтому у тебя такое, и у всех твоих знакомых не хватило на нормальных. Вот, соответственно, у тебя такое мнение. Ну, как бы, есть же, или там все писатели плохо пишут, копирайтеры, кто там, в вашей же среде тоже же куча, наверное, каких-то вообще неадекватов. Ну, вот, и найти хорошего тоже тяжело. Ну, так везде. Ясно. Окей. Хорошо. Вопросов больше нет. Спасибо, Станислав. Пожалуйста, если вам нравится то, что мы делаем, отправляйте свои вопросы. Станиславу можно задавать вопросы не только касаемо дизайна, а также управления, организации, в том числе организации собственной жизни. А форма для вопросов у нас в Телеграм-канале. Скорее всего, надеюсь, что ваш вопрос не стал на него ответить бесплатно. Так что уникальная возможность, так сказать, прикоснуться с экономией 300 тысяч рублей. Вот. И также, кратенько, если вам нравится то, что мы делаем, потому что я немножко помогаю Станиславу в этом, пожалуйста, делитесь с друзьями. Очень помогает, очень приятно, когда твой труд оценивают, в том числе другие люди. Вот. На ваших же вопросах под копию мы запишем еще одно видео. Спасибо, Станислав. Спасибо. Покупайте книжки, вон они столбиком стоят. Мы их подписываем. Я думал, это пачки денег у тебя там сзади, если честно. Это книжки, которые отправляются. Книга очень полезная. Скоро будут новые тоже книги. Мы сейчас работаем над этим достаточно плотно. Вот. Поэтому следите за обновлением. Спасибо, Сергей, тоже тебе за интересные вопросы и за поддержку в писательстве. Всегда рад, всегда рад. Спасибо, пока. Пока.